добрый день меня зовут эльвина я приветствую вас на канале вязальная шкатулка сегодня расскажу один очень интересный и нужный способ при вязании жаккарда крючком и при вязании любого двухцветного трехцветного узора он вам обязательно пригодится особенно актуально в этом году так как многие вяжут тигрят и если вы будете вязать полоса полоски у тигренка то нужно будет как-то прятать черную пряжу под оранжевой я покажу два разных способа как можно вязать так чтобы контрастную пряжу не было видно когда проходит под петлями светлой пряжи смотрите обычный способ который мы вяжем когда прокладываем одну нитку под рукой и если это нитка контрастного цвета и она темнее чем основная нить то она просвечивает ниточка между столбиками ее очень хорошо видно и всегда мне не нравилось при вязании жаккардовых узоров при вязании полосок мне не нравится что нитка внутренняя просвечивает именно поэтому я всегда избегала таких узоров но недавно узнала очень простой способ которым можно вязать двухцветные изделия и при этом темную вторую нить под основной практически незаметно смотрите как отлично выглядит этот новый способ по сравнению со старым рассмотрим сначала первый классический способ вязания когда нить контрастного цвета прячется между столбиками без накида так часто вяжу жаккард и разные двухцветные трехцветные узоры на и вязать столбик без накида крючок вводим столбик предыдущего ряда нить находится посмотрите где поверх столбиков предыдущего ряда контрастная бирюзовая нить она лежит как бы сверху а мы будем ее обвивать столбиками без накида вытягиваем рабочую нить белого цвета и вяжем столбик без накида где осталась голубая нить между петлями столбика давайте еще раз покажу вводим крючок контрастная нить бирюзово остается сверху захватываем рабочую нить и провязываем столбик даже если сильно сильно плотно вязать то контрастная нить все равно будет просвечивать так как белый гораздо светлее чем бирюзовый цвет именно этот недостаток останавливал меня всегда в вязании контрастных узоров мне никогда не нравилось что нить темная просвечивает сквозь светлую пряжу если же мы белую нитку спрячем под бирюзовый и будем сейчас вязать бирюзовый узор то белую нитку будет совершенно не видно потому что она светлее бирюзовой обратите внимание вот мы вяжем бирюзовым цветом белую нить не видно поэтому эта проблема чаще возникает когда нитка основного цвета гораздо светлее чем та нитка которую вы вяжете вывязываете узорчик ну с этой проблемой легко справиться сейчас мы рассмотрим второй способ ввязывания контрастной нити откладываем этот образец берем второй образец на котором я вам показывала как можно незаметно провязать контрастную нить сквозь белую итак начинаем вязать обычные столбики без накида смотрите бирюзовая нитка остается в стороне теперь мы ее не прокладываем через столбики а просто убираем назад и начинаем вязать пряжи белого цвета столбик без накида захватываем рабочую нить на крючке две петли теперь берем бирюзовую нитку накидываем ее на крючок и дальше вяжем белой пряжей обычный столбик без накида бирюзовая нитка остается сзади и ее нужно максимально затянуть вот они столбики связаны пряжей белого цвета а бирюзовая остается сзади давайте еще раз вижу захватываю бирюзовую отправляю опять назад захватываю белую пряжу начинаю вязать столбик без накида беру бирюзовую накидываю и провязываю столбик дальше белой пряжи через три петли в том числе через бирюзовую и бирюзовую максимально подтягиваю так затягиваю ее для того чтобы она не просвечивала через белое вязание так прям затянуть надо 5 бирюзовая нить остается сзади начинаю вязать пряжи белого цвета столбик накидываю бирюзовую пряжу она смотрите переплетается вот таким образом с белой на изнаночной стороне белая бирюзовая накинута так провязываем дальше столбик через три петли на крючке и теперь бирюзовую максимально затягиваем смотрите какой получается какое белое полотно получается опять бирюзовая пряжа остается сзади вяжем белый цвет подхватываем нитку белую накидываем бирюзовую нить и провязываем столбик и провязываем столбик без накида бирюзовую опять нитку бирюзовую затягиваем так теперь нам нужно белую нитку спрятать и провязать просто бирюзовой пряжей несколько столбиков в данном случае белую можно проложить под бирюзовой как я уже показывала ее не видно будет в узоре провязали несколько столбиков и переходим опять к способу начинаем вязать бирюзовая видите остается сзади пряжа захватываем белую накидываем бирюзовую и провязываем столбик белой пряжей затягиваем максимально бирюзовую нитку опять и назад отводим вяжем столбик белой пряжи накидываем бирюзовую провязываем столбик белый бирюзовую опять затянули вот так вот остается она сзади вяжем белой накидываем бирюзовую и провязываем 3 петли вяжем столбик белый накидываем бирюзовую провязываем 3 петли давайте посмотрим как выглядит изнанка в данном способе нитка закреплена то есть есть небольшие протяжки но они не мешают если вы будете носить изделие они очень плотно закреплены и точно не будут мешаться конечно при вязании классическим способом первым изнанка получается просто идеально посмотрите здесь вообще нет никаких протяжек нить идет ровно но она просвечивает на лицевой и на изнаночной стороне просвечивает кстати так же как и на лицевой стороне я надеюсь этот урок вам будет полезен и в своем творчестве вы обязательно будете использовать данный прием если урок вам понравился обязательно пожалуйста поставьте лайк подписывайтесь на мой канал еще будет много интересных уроков и приемов по вязанию я с конца оставляю ссылку на целый плейлист где у меня собрано много таких же нужных приемов для вязания крючком начинающим и не только пишите комментарии задавать свои вопросы в комментариях я прощаюсь с вами всего хорошего пока пока